Добрый вечер, эфир «Импульс Севера» 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 Еще одно учебное учреждение, которое скоро примет юных горожан – Арктический лицей в микрорайоне Славянский. Лицей предполагает инклюзивное образование. Дети разных категорий здоровья смогут обучаться вместе, со всеми необходимыми удобствами. Сейчас здесь полным ходом идут отделочные работы, завершаются работы в бассейне, которые смогут посещать не только ученики, но и горожане. Чтобы не мешать учебному процессу, вход в спортивные блоки, включая бассейн, будут устроены отдельно. Грызть гранит науки новурингойская молодежь сможет и в будущем научном центре «Кванториуме», который построят тоже в Славянском. Всего за две недели на месте пустыря уже установлена фундаментная плита. Здание начнет радовать поклонников научного прогресса в начале 2025 года. Раньше это было дворцы пионеров, дворцы юных техников. Сейчас это современное пространство, где дети, которые увлечены разными направлениями, в том числе и научной деятельностью, могут реализоваться, начать свой путь научный. 11 квантов – это 11 направлений от космоса до искусственного интеллекта. Мы с нетерпением будем ждать этого уникального объекта. Он уникален и по архитектуре, и по наполнению, и по будущему. Строителям только работать, работать, не выпускать нашу летнюю погоду. На всех этих объектах в этом сезоне должно быть сделано стопроцентное благоустройство, для того, чтобы смело уже можно было говорить о вводе и тундровой в следующем году. Василиса Синегина, Виктор Екленко, информационное агентство «Импульс Севера». За лето город должен успеть не только вытянуться вверх новыми стройками, похорошать после благоустройства целого ряда объектов, но и стать чище. 32 тонны старых автомобильных колес отправились на полигон в минувшую субботу. Новый рингойцы присоединились к акции «Шины Амнистия» и бесплатно сдали на переработку старую резину. Для этого даже ехать никуда не нужно было, но любой желающий мог вынести колеса на контейнерную площадку в своем дворе, а специальная машина и рабочие увезли их для дальнейшей переработки. Подробности далее. Когда мы меняем резину на своем авто, важно знать, что делать с уже ненужной старой. Просто оставить ее у дороги или выбросить куда-то – это не наш путь. Лучше сдать ее на переработку, тем более, что сделать это можно абсолютно бесплатно. Для этого даже ехать никуда не нужно. Просто оставьте покрышки у контейнерной площадки в своем дворе. В минувшую субботу специализированная машина прокатилась по всем районам города. С каждой контейнерной площадки прихватила старую резину. Таким образом, любой желающий смог присоединиться к «Шинной Амнистии». Мы вообще выбираем по всему городу вот эти шины. Но в рамках восстановления главы администрации в связи с Амнистией решили сегодня усиленно поубирать везде. К акции присоединились и управляющие компании города силами рабочих и неравнодушных жильцов придомовые территории освободили от резинового старья. Мы собрали с территории шины, свезли их на две площадки на северной части и на одну площадку на южной части. Значит, привлекли своих грузчиков и загрузили шины в машину подрядной организации, которая осуществляла перевозку. Вот за вот этот период мы уже загрузили 391 шину. Акция «Шинная Амнистия» проходит в рамках большого экологического проекта «Наш чисто Новый Уренгой». В третий год горожане бесплатно избавляются от старой автомобильной резины. В 2022-м собрали и утилизировали 66 тонн покрышек. В этом году только за один день на полигон отправилось 32 тонны. Предоставляется уникальная возможность сдать шины предприятию, акционерам общества «Экотехнология» бесплатно. В следующую субботу пункты будут работать с 8 до 17 часов. Прием будет проводиться с шин. На полигоне по утилизации строительных отходов. Ну или так называемый 16-й карьер, который все знают. Шины принимаются в чистом виде и без дисков. И что немаловажно, это шины должны быть легковых машин. Покрышка, выброшенная в тундру, будет разлагаться от 120 до 140 лет и нанесет большой вред экологии. Так не лучше ли сдать ее для дальнейшей правильной утилизации? Следующая этап шины «Амнистия» состоится 24 июня. Присоединяйтесь к акции и вы. Марибохова, Антон Брестянский, Даниил Жидерев. Информационное агентство «Импульс Севера». Уже 1 июля мы встретим самый масштабный праздник лета – День молодежи 2023. Городская площадь, площадка «Виадук», пляж, образовательные лекции, творческие мастер-классы, выступления популярных артистов, спортивные соревнования и многое другое. Присоединяйся и двигайся навстречу новому. К другим темам. Программа сотрудничества Ямала-Югры Тюменской области продлена до 2035 года. Области округа продолжат совместную работу по 11 направлениям. Соответствующие соглашения подписали главы регионов на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Как отметил губернатор Ямал Дмитрий Артюхов, программа сотрудничества – главный инструмент взаимодействия трех регионов. Он уже 20 лет эффективно работает по самым разным направлениям. Это дорожное строительство, экологические социальные проекты и возможность переезда с севера. Для северян ключевое значение имеют программы переселения из регионов Крайнего Севера, вопросы дополнительной медицинской поддержки. Это все там учтено, и каждый год мы увеличиваем как количество людей, которые пользуются этой поддержкой, так и новые мероприятия. Могу с радостью отметить, что нам удалось быстро договориться о ее продлении. Программа пролонгирована, что означает, что все лучшее, что было намечено, также будет дальше реализовываться. Это фундамент нашего эффективного взаимодействия. По программе сотрудничества будет доступна и новая мера поддержки для ветеранов боевых действий. Им оплатят проезд к месту лечения и обратно при направлении в госпиталь Тюмени. Оплатят проезд и одному из членов семьи ветерана. На расходы компенсируют медицинские организации регионные льготы, смогут воспользоваться и участники СВО после возвращения домой. Ямал отправляет жителям Белгородской области 150 тонн гуманитарной помощи. О гуманитарном сотрудничестве договорились глава округа Дмитрий Аждюхов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Груз передают благотворительному фонду, который сейчас помогает жителям, эвакуированным из населенных пунктов вдоль границы. Первую партию ямальской продукции, отправленную из Москвы, волонтеры получили уже в субботу. В ней 40 тысяч банок тушенки из олениной банки, включая в состав продуктовых наборов, которые будут выдавать белгородцам в пунктах временного размещения. Вторая партия ямальской продукции отправилась со склада в Санкт-Петербурге. Это тушенка трех видов из оленина, говядины и свинины, выпущенная мясоперерабатывающим комплексом по ЮТА. Следующая отправка ожидается из Салехарда. В начале этой недели в нее войдет продукция предприятия «Ямальские олени». Героиня следующего материала приехала в Новую Ренгой в далеком 1985-м и больше 30 лет, проработала врачом в Центральной городской больнице. На ее глазах строилась и росла газовая столица. Сегодня Ирина Лебедева побывала в родном городе как участник регионального проекта «Герой Ямала». Напомним, идея проекта – дать возможность ветеранам освоения региона, проживающим в других уголках страны, вернуться туда, где прошла их молодость. Встретиться с коллегами и друзьями, посмотреть, как изменилось все вокруг, и от первого лица поделиться душевными историями, как все было. Продолжение темы далее. Я приехала в 1985-м году осенью. Помню, везла кучу с собой вещей, потому что надо было сразу же. Помню, даже какую-то швейную машинку везла от мамы сразу почему-то. Сюда, в город газовиков и строителей, Ирина Лебедева приехала вслед за мужем. И не пожалела. 33 года она лечила людей, трудилась терапевтом, начинала работу в городе с подросткового кабинета. Приемы дикие, а потом военкомат все занимался. Это вот все вот эти призывники, допризывники. Мы пойдем в военкомат, мы по сто, по сто с лишним человек за день принимали. Подростки, конечно, меня закалили так в плане оперативности и всего. А потом уже, потом уже я уже жила на участок, там, конечно же. Там уже свое, конечно, специфика. Ну и все, меня посадили на участок. Ну и все, она говорит, вот сейчас еще врач придет и будет сидеть. Я говорю, а как, говорю, две медсестры, два врача и два пациента. Я говорю, а как, а если мужчина и женщина, ну ничего. Говорит, спинками посадите их. Я говорю, так давайте хоть ширму поставить. Говорит, а где место-то ширмы? Видишь, некуда это ставить. Просто скажете, пускай они поворачиваются друг другу, не смотрятся. Нормально у нас народ привычный. Ну это недолго какое-то было, а потом как-то это самое, разрулили кабинет. Все же вот вымещали здесь, да, и терапия, и хирургия была, еще физиокабинеты какие-то тут были. Ну все специалисты принимали просто здесь. И стационар был, вот где сейчас УГП построена, деревяшка. Я еще успела там подежурить, первое дежурство. Здесь по улице Надымской был ее участок. Это сотни квартир, в которые героиня входила с одним и тем же вопросом. Врача вызывали? Бабушек много тут уже потом у меня началось жить. То есть не просто не по вызову, а просто идешь, кому позвонишь, что я к вам сейчас сегодня приду. Вас надо посмотреть. Да чего вы, да не надо. Я говорю, надо, все надо. Работа на участке и дежурство в стационаре. Приемы, диагнозы и радость от того, что очередной пациент идет на поправку. Лишь пять лет назад Ирина Лебедева решила перебраться в Тюмень, поближе к детям и внукам. Однако по городу своей молодости все же тоскуют и очень радуются, что с каждым годом Новый Уренгой все краше и краше. Музыка Вообще красота, конечно, я впечатляю. И так, знаете, не броска, и не этот самый. Хорошо. Молодцы. В ходе короткого, но очень насыщенного визита в город Ирина Лебедева встретилась с коллегами и друзьями. Побывала на экскурсиях, увидела, как изменился ее родной Новый Уренгой. В то, чтобы наш город стал лучше, наша героиня за 33 года работы внесла свою немалую лепту. Алена Ядня, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». С участницей проекта «Герои Ямала» пообщался и глава города. Своей гостью, как бывшему медработнику, Андрей Воронов рассказал о том, как меняется медицина в газовой столице и какие перспективы ее ждут. Обсудили планы на юбилей города. Глава пригласил Ирину Лебедеву в Новый Уренгой на празднование 50-летия, а также вручил доктору памятный подарок. Ирина Лебедева рассказала, чем жил Новый Уренгой в 80-е, о том, каким были будни молодого северного города. Тогда вспомнила гостя под ковриком у двери. Можно было оставить не только ключ от квартиры, но и от поликлиники. Мы тогда работали даже в воскресенье, нас заставляли дежурить, ну, дневное время экстренного службы. То есть, вообще, когда мы были перевязочные, там, процедурные, чтобы инъекции не прекращались на выходные. И ключик мы, говорю, прятали, там, железную от погибания, от окошечка, и совали туда ключ от поликлиники. Я говорю, да, представляете? Говорю, такая поликлиника, засунули за ключик и пошли. А сейчас о спорте в Новом Уренгой завершился чемпионат России по тяжелой атлетике. Напомню, порядка 250 сильнейших мужчин и женщин России и Беларуси вышли на помост в Звездном. Итог, обновлено несколько рекордов страны, об этом и других спортивных событиях наш традиционный обзор. Самое в буквальном смысле мощное спортивное событие июня завершилось. Чемпионат России по тяжелой атлетике собрал силачей из России и Республики Беларусь в Новом Уренгое. Мужчины и женщины выступали в 10 весовых категориях. Есть три новых рекорда страны. Мероприятие получилось зрелищным и прошло на очень высоком уровне. Так охарактеризовал приполярный турнир председатель Федерации тяжелой атлетики России. Желание здесь проводить, оно складывалось прежде всего из того, что мы хотим, чтобы здесь дальнейший дать мощный толчок для развития тяжелой атлетики и ее популяризации. При этом как раз сегодня, именно сегодня, Федерация тяжелой атлетики демонстрирует, что независимо от своего политического предназначения, преднадлежности своей, каких-то религиозных взглядов, все имеют право заниматься спортом и выступать на наших соревнованиях. Это подчеркивает лишний раз, что спортивный принцип самый важный, и мы одна большая семья спортсменов, которая примеряет, объединяет и делает нас действительно одной семьей. У нас лето пока не позволяет наслаждаться пляжным спортом, но в других регионах страны для этого есть все условия. Волейболисты «Факела» взяли серебро на седьмом этапе чемпионата России. Игры прошли в Москве. В финале ямальские пляжники встретились с дуэтом из Обнинска в тяжелейшей борьбе Олег Стояновский и Илья Лешуков уступили оппонентам со счетом 1-2. Еще один дуэт «Факела» на этапе в Москве смог добраться только до четвертьфинала. И еще про одну игру с мячом – про футбол. Сборная «Ямала», состоящая из воспитанников Новоуренгойской спортшколы имени Константина Еременко и ноябрьского клуба «Газпромнефть», заняла третье место на втором финальном этапе международного фестиваля «Локобол-2023 РЖД». Северяне играли в возрастной группе 9-12 лет. Отмечу, наши мальчишки специализируются на мини-футболе. Но это не помешало им успешно противостоять более опытным соперникам, которые играют в классическую версию. Ямальская сборная в пяти встречах пропустила всего один мяч, а наш вратарь Егор Яворский признан лучшим галкипером турнира. Павел Прожогин, информационное агентство «Импульс Севера». На этом у меня все. В студии была Мария Бохова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова